Внедрение принципов социального казначейства, качество и скорость предоставления социальных услуг. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов на совещании в Одинцовском МФЦ. Основные тезисы, основные векторы этого проекта это, конечно, максимальная цифровизация, снятие всех возможных административных барьеров, уменьшение количества справок, свидетельств и различных документов, которые необходимо было собирать для получения той или иной льготы. Это важно, безусловно, и для наших ветеранов, и для людей с ограниченными возможностями здоровья, и для многодетных семей, и для, безусловно, тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В Одинцовском округе более 150 тысяч получателей социальных услуг. Елена, многодетная мать, недавно она получила социальную карту для родителя, компенсацию на школьную форму и услуги ЖКХ. Выплаты пришли вовремя, а разобраться со всем ей помог представитель администрации. Уточнил данные, у вас там, наверное, своя база, все, только имя, фамилия, паспортные данные, то есть, ну, стандартное, то, что у меня с собой были какие документы, и все. Ну, при выписке мы получили уже все документы, которые требуются ребенку, вот, с первых дней жизни, как гражданином, но и все уже было. Кроме того, через портал Госуслуг можно обратиться за комплексными услугами по разным направлениям. Рождение ребенка, скоро в школу, многодетная семья, безработные, малообеспеченная семья, пенсия. Такая форма взаимодействия с жителями максимально удобна, подчеркнул глава муниципалитета. Меры социальной поддержки назначаются в беззаявительном порядке и по принципу одного окна. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.